Всем с добрым утром! Всем хорошего дня! Наш день сегодня начался с похода в лабораторию на голодных желудок. Мы с Евой идем сдавать анализы на гормоны. Я и Ева. У нас одинаковый набор. А у Евы еще H1C. Мне бы тоже его сдать не мешало, если что. Получим анализы, а потом уже идем к докринологу. Он находится прямо в лаборатории на нашей плазе, где таргет. Очень удобно, рядом с домом. Что, у нас масок с тобой нет? Там написано по запросу, необязательно. Давай чекин. Евушка сейчас за чекинеца. Они все в масках. Все. Короче, Ева стала чекиниться, осталась. А меня отправила за масками в машину. Я не знаю, есть ли они у нас. Взяла маски и тулку воды. На всякий случай. Если там придется долго сидеть, я хочу водички попить. Ева ненавидит с детства эту процедуру. У нее всегда плачет вадошки этого мнения. Когда сдавать кровь из Евы, буду ее поддерживать всеми силами, как обычно, впрочем. Так, мы вернулись с лаборатории. Так, мои анализы и не пришли. Запрос на мои анализы. Поэтому задала только Евушка. А мне сказали переназначить. Посмотрите, как он хрустит. Купили макарой арбуз. Захотел. Просил позвонил. Ой, он прям Ев лопается. Представляешь? Смотрите. Красавчик. Маленькие вот эти арбузики. Они очень вкусные. Намного слаще, чем большие. Смотрите, какой красавчик. Считается, что он без семечек. Но вот у этих маленьких семечек попадаются. Но они такие белые, мягенькие. Но считается соглас. Вот Евы тут фото. Сейчас мы его быстренько обработаем. Я сразу арбуз режу и убираю в чашку, в кастрюльку куда-нибудь. Не люблю, когда... Короче, люблю один раз так сделать и все шкурки убрать. И больше к этому вопросу не возвращаться. Да, Матера? Угу. Стоит тут, ждет своей вкусняшкой. Арбуз я ему просто так не даю. Даю с едой после еды, как десерт. Хотя, в принципе, арбуз, наверное, с какой едой не сочетается. Его нужно есть отдельно. Ну, просто он одним арбузом никогда не ездается. Поэтому приходится... Че ты? Нет. Съешь? Нет, честно, я покажу. Я скажу. Нет. Шепчешься. Ой, какой красавчик, смотрите. У меня, конечно, все это не очень эстетично выглядит, но зато быстро. Макарушка, ты тут стоишь, смотришь такими голодными глазами, у меня аж все из рук валится. Мишельчка, приготовь пакет, чтобы убрать кожуру, наносить кожуру в мусорку. Ой, я вижу одну косточку. Увидишь одну косточку? Да. Да я тебе секрет открою, я тут вижу не одну. Вот, вот там. Смотрите, какой кусочек аппетитный. Чем воняет? Языком. Чем воняет? Языком. Языком воняет. Макар, бедный, ненавидит язык, когда мы варим. Сейчас девушка греет обед, а он говорит, что воняет языком. Хотя языка там и в помине нет. Приготовила, дочь? А что ты такой пакетик взяла? А таких нету обычно? Окей. Вот врач, офис врача. Мне врач очень нравится сама. Но офис у нее дурацкий. Постоянно не дозвонишь. Ева по целому дню сидит, чтобы с ними связаться. И в итоге они берут трубку, да, Ева? Мы вам перезвоним. Короче. И в этот раз, видите, забыли мне анализы назначить. Назначили только Ели. Хотя можно было сделать все за один раз. В итоге нам придется ехать несколько раз. Хорошо, что хотя бы это недалеко. Макарик. Макарик, я все вижу. Нельзя. Смотри, с руки будем что-то тут резать его. Что такое? Лев ты мой. А, лев. Все, Макарушка. Я чувствую, пока он не стащит один арбуз, он не успокоится. Макарушка, сейчас время немного пройдет. city house. Смотрите, там, вот тут. Макар решил сам шуковки собрать? помощник маме сейчас боится камера что это боится вот так вот потихонечку скоро два я у вас во влоге останусь тихонечку смелые люди покидают ну потому что никто не хочет все заняты это мой камеру чуть не снес сочный аромат не можно убирать в холодильник а готова красный как помидор пошла я за сумкой пока Мишель еще катается я пошла сумку Макара с машины заберу потому что мы сегодня попали под ливень быстро его в машине передели и не стали вытаскивать сумку иначе все бы промокло просто-напросто видите какой был дождь вот он только-только стихно сейчас сказать еще идет пойду привезу сумку чтобы я его сейчас передела и будем собираться ехать домой что-нибудь опять готовить как всегда мамская доля накормить одеть что там еще спать уложить вот так и живем наша машина всегда стоит вдалеке что я чаще всего сижу внутри и чтобы мне тут ни что не мешало я ставлю ее подальше короче вот тогда тут еще ездяков таких бывает умных что безопаснее поставить в конце стоянки торговки молодые часто сами за рулем приезжают поэтому как говорится от греха подальше почти дошла я сказала не забудь обувь и чехла на коньки сейчас возьму сумку так сумка взяла я сейчас закрою покажет вернем машину и приедем к Макаре будем его одевать сегодня вообще столько дел а нам тут приходится с Евой мариноваться всегда жалко потраченного времени здесь поэтому я теперь не всегда хожу на тренировки часто хожу если даже хожу то монтирую в телефоне чтобы хоть как-то время провести с пользой но мне приходится сейчас последнее время оставаться в машине потому что когда я монтирую Макар постоянно возмущается что я не смотрю на него а сижу в телефоне короче он меня за это очень обижается поэтому мне проще вообще не пойти чем прийти и уткнуться в телефон вот такие дела давай раздевайся сынок ищет тоже уже докаталась помогает Макару едем домой Макар щас добалуется тебя между прочим Макар победит аааа ааааа хулиган в большом бухло наш Макар да смотри вроде и раздевается а вроде и ворон считает Ещё руки убирает, ага, деловой. У меня ситуация, я встретила подружку свою и решила ещё кататься. Короче, заново теперь одевайтесь. И мы никуда не едем. Мы слева опять торчим на льду. А где Макар? А вон он. А Макар пошёл играть. Окей, с мячом. А это со своим тоже другом любимым. Домой детей не утащишь просто. Я пошла в машину, у меня уже нет нервов тут сидеть. Так, я всё не перестаю петь оды своей этой тёрки. Найсердайсер пришли сейчас со льда. Целый день сегодня там провели. Я даже не знала, что вам снимать. Так вообще, вот просто целый день. В 6.50 мы оттуда выехали, представляете? В 18.50. Вот, пришла домой. Все голодные, кушать нечего. В общем, у меня и в принципе в холодильнике особо ничего нет. Помидорки с луком вы догадываетесь уже, да? Наверное, многие знают, для чего этот салатик. Пошинковала лук. И также мелко помидорки. Не мелко, а тоненько. Вот, это будет сейчас салатик. Для чего? Это будет салатик плов. Я попросила плов. Я сейчас поставила его. Сейчас покажу вам. А Макар попросил арбуз. Заехали, взяли арбуз. Но в этот раз папа нет, таскать некому. У него в рука болит. Я тоже не таскаю такое тяжелое. И взяли ему маленький. 2,99, 1 арбуз стоит. Он, кстати, не очень такой маленький. Ну, не совсем маленький. Такой, нормальный. Не вот эти маленькие, да, которые продаются совсем прям малыши, а вот такой средний арбузик. Вы не представляете, какой он вкусный. Свежий, прям вот. Он даже не холодный, но такой свежий, да? Все, он тут стоит лопат и докажет. Вкусно. Не могли всего на тренировки увезти. Это просто какой-то кошмар. Мишель каталась с подружкой. Макар играл с пацанами хоккей. Потом я подружка уехала. И потом мы играли. 16-15 у нас выиграли. Все, окей, ты можешь про это часами рассказывать. Покажу вам лучше свой плов. Так. Вот он. Уже, в принципе, мне кажется, он готов. Чтобы вам показаться, мне его вытаскивать. Такая красота. Еще минут 10 он постоит. Зачем я пар выпустила, да? Вопрос, если еще минут 10 он постоит. Ну, окей. Я уверена, он уже классный. Ну, а так что сейчас будем ужинать. Покажу вам обязательно, конечно, что получилось. Будем ужинать. Вот готов наш пловик. Посмотрите, какой специально для вас кастрюлю перемешиваю. Потому что у меня очень маленькое блюдо. Мы свое разбили глиняное. Большое. И теперь мучаюсь. Вот такая красота получилась. Такой насыпчатый. Красота. Ну, красота. Мясо прям аж. Я его сегодня помельче резала. Потому что все такие голодные. Некогда было. Некогда было ждать абсолютно. Вот. Ну, вообще все. Раздразнила вас. Пошла детей кормить. Кто знает, тот поймет. Это мега вкусно. Плов у нас удался. Да, Юшка? Такой, как ты хотела? Да. Красивенький. Мы наконец-то садимся кушать. У нас время уже... Не знаю, сколько я сейчас вам скажу. Полдесятого. Представляете? 9,24. И наконец-то он приготовился, и мы садимся. Просто волшебно. Я ради этого момента остановила даже робот-пылесос. Смотрите. Тут детский сад. Они тут все пороняли. Все цветы. Горшки уронили. Засранцы. Короче, у Майи в этот раз два близнеца. Не поверите. Вот две пары совершенно... Два близнеца, говорю. Две пары... А, и сейчас опять лимон с этого этника съест. Две пары близнецов. Совершенно одинаковые. И это просто такой прикол. Мы их даже не различаем, короче. Вот есть два вида кошек. Вот они по двое, в общем. А Майя сидела там, смотрела на своих детей. Майя, а ты что, даже не к ним? Так просилась, так просилась. Ты ко мне идешь, ты моя девочка. Моя красавица. Мамочка наша. Смотри, толпа. Маму услышали. Эй, братва. Куда? Кс-кс-кс-кс-кс. Вот они два одинаковых сейчас на домике. Видите? Красавцы. Они такие красивые. Майя, ну можно я просто с ними поговорю, с твоими детьми? Я же ничего делать с ними не буду, правильно? Я хочу их приблизить, чтобы похвастаться людям. Смотрите, два одинаковых. И два вот таких трехцветных. Ага. Два брата акробата. У этих вообще ничем они не отличаются. Они самые крупные. А вот у трехцветных. Иди сюда. Иди ко мне мою девочку. Смотри на их мордочка. Видишь? У нее. У нее немножко больше светлого. Но в целом они все равно издалека очень похожи. А вот эти вообще не отличаются. Фу-шу, vì-в-в-в-в. Вот. я тебе сказала кидается представляете за ноги ну так вот защищает умничка ну защищает этих обормотов это дед цветка мишель его столько растит этот бедный лимон его надо пересадить что он весь уже побелел и нифига не растет солен все грязные но они валяются в этих в рассыпали живом землю видишь там земля между горшками маманя да я просто с детьми твоими разговариваю господи у них ноги скользят и не дошкодить еще не могут маленький окей эти два здесь сидят красавца девушка надо уже нами на объявление давать искать им мам с папой будем делать опять кастинг пока мы всех пересмотрим родителей да они нам присылают резюме зачем им кошка что у них дома какие домашние животные сколько детей вы короче их рассматриваем куда делся предыдущий питомец до готовы ли они фотографии отсылать в течение хотя бы первых там трех месяц нам до сих пор до отправляют первых котят это так мило девчонки помню всех кого куда отдавали все такие люди классные и малявки еще было дело там за одним хоть они такие пушистые будут но они сказали что они типа на месте да да мы им вынесли они не смогли выбрать и взяли двух представляете он так возмущался этот парень и а девушка ну пожалуйста вы пожалуйста они потом поженились да не были женаты мне указать короче она его уговаривала что взять двух но и такое лицо делает когда это за ними смотрит у меня как будто знаете не досыпает мамаша уставшая такая у нее прям голова падает что-то врезался в меня у меня есть такая смешная фотография да 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 кстати я сейчас вставлю ее давай ты мне ее дашь я ее ставлю она так уснула представлять устала вернее что она упала головой в ковер воткнулась просто и спала мы думали что она это не плохо есть еще одна получается имена у них были и кися и господи мая да не буду я с ними даже вообще разговаривать принеслась сразу что чего ты да я чего трогаю что ли спонди о господи блин столько стою не могу начать никак вам видео у меня потеет в общем только что с леры ездил в аптеку не стала снимать лера после работы уставшая мы поговорили потратили время короче на разговоры а девушка его попала под мой обстрел короче камеры вот в общем с леры взяли съездили коды для макара для инсулина этой тонкой а нам дали не те представляете нам уже дали поды для g5 я думаю приехала нам менять сегодня помпу а у нас воды от другой пункта то есть они нам дали уже уходы на новую модель она нам еще не пришла короче мы не знаем что делать сейчас будем разбираться пришли звонить пытались но мы не дозвонились поэтому приехали слава богу они еще работают этот отдел что делать вы встанешь очередь к здесь потусуешь для детка новенького кашлятся вокруг солим концентрат надеюсь они сейчас исправить ситуацию как-нибудь иначе нам придется перейти опять на уколы до момента пока они нам заменят и пришлют новые кода но это обычно несколько часов занимает если срочно как они справятся в этот раз так вот выглядит фармацевтический отдел здесь делают лекарства коза фроз то есть по рецепту вот так вот там несколько фармацевтов работает часть часто сюда привозят препараты собирает их не в общем врач не ошиблась все правильно нам выписали то что нам нужно просто нам еще не пришла оказывается помп она должна прийти и слава богу в этой аптеке была вредная вредная тетка которая все равно пошла нам навстречу и посмотрела наш старый prescription и у них валялась одна пачка всего одна и она нам короче я решила ее отдать слава богу что она это сделала правда она когда это все делала говорила отходила от кассы и чё там она говоря забавали уже типа чё-то такое недовольная такая была такая короче зла не в себе но она у нее какие-то дела видимо мы ее отвлекали постоянно ну да четыре раза скажи им чтобы они уходили отсюда да 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 типа задолбали пошли их уже отсюда потом уже вот такие бывают очень была неприятная тетка необъятных размеров поэтому у меня настроение нет так слушайте нам нужен еще яблочный сок хотя в принципе доча ночи пройдет то точно нормально раз мы взяли поды нам сегодня их менять да можно взять где-нибудь его утром игрушки в упоре для детей ну давай каприсанку мы же берем иногда его сколько там 14 но ночью он не очень хорош потому что заставляешь его много пить его а нам на ночь не надо поэтому спокойно спокойно можно давай бери это это чё получается легкий рука болит до сих пор это все одни вкусно это учиться не ямлочный мы можем суши на такое не знаю выбрали хоть раз этот пасифик улы микс фрут но это и есть каприсан только имеется ввиду другая смесь ягод попробуем сколько он тут стоит где ты где-то и нет доллар 99 это вот эти фриз пак стоит сок я не вижу ой поехали завтра купим в нормальном на ночь нам не надо мы же нам не пойдем на помпу выключу все это я тебя перепугала если вдруг нам надо будет вернуться на укол ты тоже ночью кипина я такая только про макара думала есть гель не очень приятно ночью есть знаешь а во и гель заходе значина и ухаживая